Золотые мои, не верьте тому, кто говорит, что у ютубера легкий хлеб. Проспал 15 часов. Вчера на машину ненаглядной ставили летнюю резину. Пожалуй, единственное, что полезное сделали за вчерашний день. Мотались по магазинам, заковаривались на неделю, потом мыли эту машину. Мыли это громко сказано, я присутствовал. Потом меняли. Тоже очень громко сказано, я присутствовал. Рук не замарал. Приехали домой, пообедали. Время было три. Что-то я покушал, в люлю привалился. Просыпаюсь, господи, уже час ночи. Я уже проспал 10 часов. Ну, час я выспался, я спать не хочу. Пошел на канал. Комментов было мало. Суббота. Я же не выкладываю ничего, только спонсорский контент. А что там спонсоров у меня 50 человек? 60. Спать не хочу. Записал два ролика. Один ролик для лоха по жизни, один для вас, для анти-лоха. В шесть. Пошел спать. Сейчас в девять проснулся. Сейчас время, реальное время. 9.30 в Москве. Пока я проснулся, открыл ролик. У меня на лохе по жизни в воскресенье позже открываются ролики. Пока проснутся люди. Открыл ролик на лохе по жизни. И вспомнил, что я проснулся. Спал бы и спал. Мне приснился канал «Альц и лох по жизни». Да-да, вот это вот. Я сидящий на мотоцикле, заду наперед, в качестве логотипа. Что, какие-то переписки с вами? Ваши, комменты. Думаю, что же это? К чему бы мне такие сны снятся? Мне снится мой канал, причем не главный, а вспомогательный. Сидел, сидел, думал. Я придумал. Мне надо вас поблагодарить. Я вас сейчас буду благодарить и вот за что. Любой мыслящий человек соотносит себя с окружающим миром. С соседом, с одноклассниками, с однокурсниками, с коллегами по работе, с друзьями. Вот он пьет одеколон, а я не пью. Я не пьяница, я одеколон не пью. Какой я тебе алкаш? Вон, Вася, пьет одеколон, а он вообще хлебал, бензин с завода шил, да? Я, по крайней мере, одеколон не пью. Я на свои пью, да. Очень важно соотносить себя с другими. Мне очень важно соотносить себя с другими. Кто я, что я. Где мое место в литературе. Где мое место в жизни. Где мое место в республике. Где мое место в России. Где мое место в семье. Где мое место в Ютубе. Ну, лох по жизни отражает эту картину. Отражает, но отражает искаженно. Потому что там жесткая селекция идет. Я жестко отбираю людей, имеющих право обратиться ко мне напрямую на моем основном канале. Там люди все-таки комплементарно ко мне настроены. Желающие мне добра и думающие так же, как я. Или примерно так же, как я. Или если думающие не так же, как я, но думающие интересно, оригинально, самостоятельно. Вероятно, в том и ценность анти-лоха, что здесь люди не так явно манеру коплещут. Хотя откровенные злобные отребья. Есть люди такие, что весь мир в черных красках, они своим ядом заливают весь мир вокруг себя. Есть такие. Я их выкидываю. Я признаюсь, я ставил недавно на вас эксперимент. Я и на себе ставлю эксперимент. Я и на себе ставлю. Перееду я этот брод или не перееду на мотоцикле? В случае, если я не перееду и упаду, у меня двигатель словит колена водяной удар будет. Я себя тоже на слабую часто пробую. Сплавлюсь я по окей или не сплавлюсь я по окей. В общем-то наутлы из корлупки. У меня лодочка так она. Для закрытых водоемов на большой волне, на более-менее значительной волне начинает ее подкидывать, норовить перевернуть. То есть тоже была такая проверка самого себя. У меня с 18 лет проверять самого себя, слабо или не слабо. Я сам себя проверяю, честное слово. И мне нужно было проверить вот себя, что я значу в Ютубе, что я значу вообще в интернете. Насколько мысли мои убедительны. Насколько мысли мои привлекательны. Насколько способ подачи моих мыслей убедителен. Вот это вот мне нужно было проверить. Я недавно проверил и вот каким способом. Есть у нас в Мордовии Чамара деревенская. Живет там в Популеве где-то. У шлепок абсолютный, абсолютный фрик. Фрик, чудовище. Ну, чудовище, так сказать, под прикрытием. Опекают его. Само по себе оно бы 10 подписчиков не набрало. Но вот это чудо. Чамара, просто говоря, чмошник. Ротный чмошник. Это чмок, который умерло бы в армии на полах. Просто на полах бы умерло. Сдохло. Регулярно выходит в интернет и полощет мое светлое имя. Я несколько раз принимался думать, что с ним делать. Естественным желанием было убить нахрен просто. Убить нахрен. Ну, прямо. Просто убить, как скотину. Закопать или попросить кого-нибудь. Но вот недавно убедился, что от меня именно этого и ждут. Вот от меня именно этого и ждут. Спрашивают, ну, как там. Скоро ли ты его убивать-то станешь? А то же сколько можно на часы-то глядеть? Поэтому я решил, что нет. В личные соприкосновения нет. Он токсичен просто. Он опасен. Он умрет у меня на глазах. От разрыва сердца. От внезапно нахлынувших чувств. А меня обвинят, что я его избил. И найдут синики у него на организме. Так что нет. Но эта чамора недавно проводила стрим. Эта чамора объявила о стриме дня за три, за четыре. Причем как об эпохальном событии. Он вообще любит такие кликбейтные, заманушные названия. Шок, сенсация. У него такие слова. Вот, понимаешь, сидит в деревне вместе с лягушками в одном болоте. Вот у него шок, сенсация. Ну, что ты. Потрясатель вселенной. Он чем-то напоминает на другого самого влиятельного. Который один у нас самый влиятельный считает себя самым влиятельным в мире. А это тоже самое интересное в мире. Шок, сенсация, контент. Мне было интересно. Если это чмо в ботах за три, за четыре дня предупредило стриме. Сколько придет ко мне и сколько придет к нему. Я посмотрел. У него было 16, у меня было 35. Я посмотрел, кто у него пишет. Да не важно, кто пишет. Одни и те же вот. Тоже отбросы. Кого я выгнал с лоха по жизни. Просто люди. Не люди. Это не люди. Кого я выгоняю. Это нет. Это все. Злобные такие. Люди, оставшиеся на краю жизни. Тоже исходящие из злобы на говно. Просто вот исходятся. Все хорошо. Я вдоль порез. У меня на стриме. Без подготовки. Без всякой. Я просто включил. Создать трансляцию. Причем в 10 вечера мы начинали. Или в 9 вечера. В неудобное время. Не в праймовое время. То есть я знаю, когда ищу делать. 35 человек. Значит, если бы в праймовое время. И предупредил бы я. Пришло бы. Причем я с лоха по жизни просил отключиться. Приходили с лоха по жизни. Говорили, нет, нет. Уходите, пожалуйста. То есть это все вы. Это не с лоха. Нет. Не с основного канала. Это все вы. 35 человек. И просмотров было в 3 раза больше, чем у него. Я надеюсь, их и дальше будут ваши просмотры. Вот таким вот образом вы позволили мне посмотреть на себя. На меня. Понять кто я, что я, откуда. То есть я без подготовки собираю людей. На канале, где меньше подписчиков, в 2 раза больше. И трансляцию смотрят людей в 3 раза больше, чем у этих чудов ботов. То есть если я с подготовкой, значит речь шла бы о десятке и сотне раз. Мне это очень приятно осознавать, что некоторым образом я, член Союза писателей и член Союза журналистов России, отличаюсь от хуеплетов деревенских, которые сидят, говорю, в болоте с лягушками, что-то там квакают, пыжатся. Вот так у лягушек берут пример и пытаются как-то раздуться неимоверно. Ну, я думаю, что от этого они, скорее всего, лопнут. Итак, на моих часах время 9.27. Доброе утро, злоты мои, встречайте меня.